Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе в ВК. И всем привет! Меня зовут Влад А4, Галент Риви. И сегодня мы снимаем ролик, кто выкопает яму глубже челлендж. У каждого есть одна тысяча долларов, ну, бюджет на раскопки ямы. Использовать ее можно как угодно. Победит тот, чья яма будет глубже. Но техническое задание, размер ямы должен быть не меньше, чем 3 на 3 метра. Нормально такая ямка получится. Копать яму мы начинаем одновременно, копаем 3 часа, не больше. Благовато. Let's go. Let's go, ребята. Ребята, я померил размеры ямы и могу сказать, что это, конечно, большая яма. А вся суть, что нужно копать вглубь. Но я подготовился, я взял в аренду кучу разных лопат. Раз, два, три, четыре и еще три. С ними мы будем разбираться чуть попозже. Я сейчас хочу разыграть свою козырную карту. Я позвал собаку-копаку. Здравствуйте, объясняйте, что делать? Что нужно сделать, чтобы эта великолепная собака начала копать? А, ну если так все будет происходить, то это даже очень неплохо. Ой-ой-ой, посмотрите, просто бульдозер настоящий. Молодец, молодец, копай. Если бы ты мог еще так часа 4, я бы вообще офигел. К сожалению, собака так долго не сможет. Мне кажется, сейчас песик поймет, что там ничего нет. Он такой, да ладно, чего вы мне рассказываете, и уйдет. Но в целом примерно понятно о возможности собаки. 10 сантиметров потихонечку будем откапывать собакой. Но, ребята, конечно же, ручную силу никто не отменял. У нас был бюджет 1000 долларов. И, конечно же, это не все, что я для вас подготовил. Сегодня будут взрывы, машины, техника, собаки, ручная сила еще одной машины. Сегодня будет все слишком мощно. Ребята, я придумал довольно-таки интересный способ. Он мне показался веселый, такой контентный, знаете. Будет очень много контента у меня сегодня. Все как мы любим. Это вот мое рабочее место. Вы спросите, а где лопата, где ковш какой-нибудь? Ребят, ну... Мужики, салют! О, так, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Влад зовут, я сегодня начальник на следующие 3 часа ваш. Какие-то вопросы, может быть? Дай вопросы, есть такие. Можно поздороваться? Здравствуйте, конечно. Дай вопрос такой, сколько мы должны выкопать? Мы должны выкопать самую глубокую яму. Вот на сколько у нас получится. Есть 3 человека, вот я один из них. Мы договорились, поспорили, кто выкопает самую глубокую яму. Мне кажется, вот мы такой вот с заплоченной дружной командой... ...сможем выкопать самую глубокую яму. Как считаете? У нас их 3 команды. 3 команды. И как бы должно происходить все в разных местах, правильно? Яма должна получиться одна, мы можем начать там... А, одна? Одна глубокая яма. За определенное время, правильно? 3 часа, 3 часа. За 3 часа, каждая команда за 3 часа или как? Они же делятся, правильно? Нет, каждая... Сейчас, сейчас я все объясню, сейчас я все... Нет, смотрите, 3 команды, одна из них я, да? А 2 другие команды, они далеко, они в другом месте яму копают. Нужно одну яму. Нам всем, вот нас 30 человек, нужно сделать одну большую яму. Они чем копают? А я вот не знаю. А вдруг трактором? Может быть трактором, ребята, может быть трактором. У нас был бюджет, я бюджетом распорядился так, решил заплатить вам. Давайте копать. Ребята, у меня офигенное настроение, потому что я супер сильно, супер четко все продумала. Посмотрите, у меня тут свой зонтик, свой стульчик, столик, водичка, вот даже тяпка такая есть, чтобы начать все это копать. И посмотрите, у меня тут всякие лопаты. Сразу три взяла, а вдруг там одна сломается или что-то не так пойдет. Ну, короче, я прям подготовилась. Сейчас быстренько разметим яму, и вы увидите мой способ, которым я сегодня буду копать. Ну вот и моя машинка, ребята, зацените. Вы можете подумать, что это за маленький трактор, риви. Нет, на самом деле эта штука может выкопать даже быстрее, чем пацаны. Так что, я считаю, у меня идеальное обложение денег. Это все немножечко объяснили, но, ребята, я скажу вам честно, это очень сложно. Тут всякие рычаги, какие-то штуки, которые я пока не буду трогать. Вот так вот. Налево, смотрите, ребята, у меня получается. Опа. Опа, что делать? О, кайф у меня получилось. Только надо, наверное, это сделать немножко в другую сторону, а то я сейчас себе тут накопаю. О, я куда-то тут улетаю. Работа пошла, давайте. Раз, два, три. Все, таймер запущен. Мужчины. Давайте, мужики. О, пошел процесс. Так, лопата сломалась. Ну что могу сказать, как вы можете заметить, процесс как-то сам начался. Кто-то на Зачиле, кто-то копает. Ребята пока что... Ребята решили пока не копать. В принципе, человек много, сейчас нужно привыкнуть, коллектив все-таки. Нужно, знаете, побыть вместе немножечко. Как, как вообще думаете, какие у нас, какие шансы, какие шансы, перспективы? Я не знаю, там какой-нибудь экскаватор идет. Я подумал, я подумал, что экскаватор это слишком банально. Конечно. А вот может вопрос, а что ребята пока что отдыхают? Ребят! Ну не знаю. Давайте делайте вещи. Ребята, я все деньги потратил на вас. Прям все? Все? У нас был определенный бюджет, и каждый мог его потратить как хочет. Вот я вот подумал, что... Мы справимся. Ладно, в принципе, работа идет сама по себе. Я думаю, мы можем пока присесть, поднять зонтик. Только я единственное не понимаю, почему отдыхают половина. Может быть, это и стратегия такая. Подойти, сказать, идите работать, и они скажут. Что они мне скажут? Может, вот подойти одинокий мужчина стоит? Вот я подойду. Здравствуйте, как настроение? Без тебя хорошо. Понял. Фух, ну, Рабакода пока кипит. С самим чередом. Даже не знаю, что записать. Пока что первый пункт, начать работу. Для начала, ребята, мы начнем с торнадо. Это вот такая вот зелененькая штука, которая помогает нам вырывать траву. Видим траву, вставляем, прокручиваем, вот так вот. И достаем. За борт. Я предлагаю сначала избавиться от всей травы, чтобы вы визуально могли понять, что мне придется сделать сегодня. Труд из обезьяны сделал человека. Надеюсь, Риви сегодня тоже так получится. Ребята, я тут уже немножко приловчилась, и посмотрите, как я научилась копать. Вперед, зачерпываем. Посильнее, посильнее. На себя. И теперь все это дело быстренько скидываем. Кайф! Сейчас, конечно, мне нужно четко прочертить свой квадрат и копать сюда. А то, смотрите, я себе навалила прям под нос. Ну что, посмотрите на результат. Прошло буквально сколько? 15 минут, ребята, у нас уже какая прекрасная яма. Ну что, я думаю, можно... Были вопросы, да? Здравствуйте, какие у вас вопросы? Вопрос один, вот вы сделали лопату. Половина лопат, блин, должны быть таких, половина таких. Второй вопрос. Эта марка не ту лопатой, не точно. Тупой лопатой, вот извините, вы можете копать. Она не режет землю. Смотрите, мужчины, я понимаю, мы виноватых не ищем. Мы работаем с тем, что есть. Копаем настолько, насколько сможем. Вот это настроение мне нравится. Вот это другое дело. Вот это, вот это вот слова настоящего землекопа. Я не землекоп. Такое настроение мы поддерживаем. Нет, все нормально. О, а вот ваше настроение, вы всегда позитивный. Да потому что это образ жизни такой. Правильно. А вы готовы меняться, если что? Да, да, да. Я уже, я уже, я хочу с предложением прийти, чтобы вы, ну, уже... А, мужчины, ну молодцы. Реально молодцы. Посмотрите, какой классный объем работ проделан. У нас все шансы победить. Я чувствую, не прошло даже и получас. Считаю же мы победили. Пока что все нравится. Были, было настроение где-то негативное у ребят. Ну, в целом, мы нашли общий язык. В смысле? Ну, там что-то какие-то лопаты не те, что-то условия не те. Ну, это понятно. Мне просто интересно, что вот, кто там, чем занят. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, земля потихонечку разрыхляется, трава убирается. У меня еще очень-очень много времени, но пока есть силы, я работаю вот в таком темпе. Потом, конечно, ребята, через склеечку вы уже увидите у меня всего потного. A few moments later. Ребята, перешел на лопату. О, труд физический. Землей пахнет, все как надо. То, что я и ожидал от этого ролика. Пока работаем обычной лопатой. Тут, в принципе, механизм простой. Поставил, ногой уперся. Все, что можешь достать, достаешь. Сколько я откопал? Ну вот, вот так вот. Блин, это очень мало. А силы-то тратятся. Я не вижу ни Риви, ни Влада. Я не знаю, что они делают, но мне очень интересно. Короче, ребята, я тут сижу уже целых 20 минут. И посмотрите, какую яму я вырыла. Там даже вода. В общем, мне кажется, что движемся мы очень медленно. Наверное, мальчики там уже придумали свои быстренькие способы, что-нибудь там делают. Поэтому мне тут сказал водитель по секрету, что у него есть побольше вот эта клешня. И сейчас он ее быстренько поменяет. Дядя Антон, help. Пока там дядя Антон, наш водитель, ищет, как это все поменять, я вот время пустую не трачу. Хорошо, что у меня батя натренировала, ребята. С детства я там копала что-то, помогала на стройке. Вот, и сейчас могу... Почти. Я тут столько сил потрачу, ребята. Это даже лучше, чем зал. Расширяюсь. Сейчас мы делаем вот этот круг немножко пообъемнее. У меня сегодня очень важная задача. Я реально хочу выиграть пацанов. Но один раз в жизни хочу их обыграть. И мне кажется, для этого у меня есть все шансы. Поэтому я продолжаю работать. Я не сдаюсь, я буду сегодня идти до самого конца. Но ты можешь, да, Вить? Да. Тебя я знать не знаю. Нет, видел тебя в ютубе видел. Да. Подождите, аудитория не только детская. Ну ладно. Суть не в этом. Ну а это правда, что 500 миллионов подписчиков? Ну да. А из них кто? Кто? Если мы, например, справимся, вот так может быть. Опа. Да. Что? Помимо того, что там немножко заплачено. Ну а доплата, если мы выигрываем, есть какая? На всех. Так, эм... Ну, эм... Смотрите, у нас был определенный бюджет. Определенный. И я свою всю сумму потратил на вот этот вот коллектив. На лопаты. Ну конечно, не всю сумму. Всю? Как не всю? Ну ребят, там рассказали, какая сумма и что-то. Да не может быть. Ну да, конечно. Мы с вами же обсуждали? Да. Ну все. Как-то вот так. Все, спасибо. Спасибо. Ну потом посмотрим. Посмотрим. Там позвоним должны, откуда-то что-то, или фотки прислать. Ух, это был диалог, меня пытались на деньги, получается это, да? Нормально. Ну вы как бы заплатили, ну как бы может быть... Ну молодец, подступался, но я вроде бы не сдался. Я еще придумал, буду наводить суету. Я буду просто подходить, смотреть, что-то записывать. Нормально? Суета мне не нравится. Нет, слушайте, я прям чувствую, что ребята напряглись. Кошка, вид сзади. Это то, чем я хотел заняться в понедельник, покопать яму. У нас в понедельник могла бы быть вечеринка в честь 50 миллионов, но пока 50 миллионов подписчиков у нас нет. Намек понятен? Я надеюсь. Те, кто не подписан, кнопочку подписаться снизу быстренько нажали. Все, ребята, две минуты передышки. Ожидалось, конечно, что все будет попроще. Вот бы вы знали, как мне интересно увидеть, что там они делают. Просто если они меня сейчас обгоняют, все, я буду в дизморале. Да, лучше мне не знать, лучше не знать. Глентик, ты чемпион. Все-все нормально, все хорошо. Зацените, какой огромный кошка мне подъехал. Без лишних слов. Не туда, не туда, не туда, не туда. Знаете, я так подумала, может быть, стоит это чудо передать в руки профессионалу. А я пока займусь тоже каким-нибудь полезным делом. Дядя Антон, вот сейчас вам профессионал покажет, как эта штука работает. Мощная, смотрите. Лопата! Так, мне сказали, что тут нужно явно обозначить границы. Я в этом деле спец, поэтому пойдем. Я не просто сижу там, наняла человека, я вот тоже работаю, все. Так, у нас тут пересменочка. Сейчас мы это все дело зафиксируем. Оп, такой объем работ проделан, ага. Это тоже для манипуляции. Ну типа, чтоб они думали, что я фиксирую. Как группа работает. Сейчас мы им закинем эту прослушку. И сейчас послушаем, что там вообще. Какое настроение в коллективе. Так, я слышу, ребята, задают вопросы. Немножко там что-то пикает у них. Так, вопрос. Здравствуйте. Три метра в глубину или диаметр? Яма должна быть вот, три на три. Мы уже замерили, она уже такая. Три, три. Все, теперь в глубину просто максимально много. Максимально просто глубоко. Да, хорошо все. Я вижу, вообще, работа кипит. Очень нравится. Вот этот мужчина, он постоянно не доволен лопатами, но постоянно их чинит. Ребята, я решил вот идти подальше, чтобы, ну, понимаете, да, когда начальство рядом сплетни, они не идут, не идут. А нам где бонусы? Чтобы мы стремились на поворот. Вот этот человек, он не доволен, что у него нет бонуса и мотивации. Проблема, знаете, в чем? Этот мужик думает, что победитель получит 100 тысяч рублей. Я не знаю, где он взял эту информацию. Они, наверное, просто зашли на канал А4 и увидели, что там, кто первый, тот получит. Но мы просто так зарубились между собой, просто решили поспорить, кто выкопает больше ям. Да. Ну что, с этой лопатой у нас покончено. Она свое отработала. Вот, мой самый верный кореш. Так, проверка. Ну, кстати, как будто лопата здесь то, что нужно. Короче, я дошел уже до того слоя грунта, где копать этой лопатой стало гораздо легче и эффективнее. То есть я просто за один вкоп достаю вот столько земли. Это очень много. И это меня радует. Я смогу раскопать очень-очень большую яму. Но я спокоен, потому что у меня еще есть несколько способов, как раскопать яму. Я свои тысячи баксов от бюджета потратил грамотно. Все будет отлично. Я вам помогать буду. Пейте, мы не отдыхаем. Ребята, прикиньте, это японский трактор. Называется Кибота. Кубота. Кубота. Стоит 2 миллиона, представляете? Такие денежные тракторы. Прикиньте, прошло уже час пятнадцать, а мы только нарыли метр. Да, я уже вижу, там уже какой-то рабочий бунт сзади мутится, посмотрите. Да, ну вот сложно получается. Мы договорились. Я реально все деньги заплатил, отдал все на лопаты. Ну да, немножечко себе для удобства, немножечко ну купил там стул, зонт. Ну как, надо же управлять процессом. Ну ребята вот попросили за то, что далеко ехать, там немножко мотивации на победу, чтобы я им дал денег. Ну нету, ну что сделать? Ну нету, у нас бюджеты ограниченные на постройку. Я же не могу со своего кармана доплатить. Да, ну видите, вот эта группа уже не замотивирована, то есть у них уже эмоции такие шарики над головами негативные, посмотрите. Я это сделал, ребята. Третий этап закончен. Ребята, начинаем следующий этап. Начнем мы вот с такого. Конечно же, потом у нас есть варианты больше и даже еще больше, поэтому оставайтесь с нами и никуда не уходите. Тут за кадром еще профессионалы стоят, все нормально, все безопасно, не переживайте, за мной следят, я работаю только по команде. И, конечно же, ни в коем случае не повторяйте это. Вставляем. Подожглась! Ух ты! Ну, слушайте, немного откопало. Я думаю, что с большим вариантом у нас все получится. Так, ну мы создаем идеальные условия для дяди Антона, чтобы ему хорошо копалось. Может быть, вам что-то принести, я не знаю, какие-то пожелания. Это мы можем. Специально для вас. Как вы думаете, у нас получится переиграть пацанов? Я не знаю, что у них может быть. Они руками копают, может быть, что они могли вообще придумать с этим? Мы команда. Я предлагаю, пока вот, вот время идет, у нас два с половиной, вот два с половиной часа мы просто идем-идем вниз, а потом, когда уже финал, когда будет последнее там полчаса, тогда уже вот просто пойдем вниз, вглубь. У нас финал-то уже есть. Мы работаем 45 минут, у нас еще 2 часа 15 минут копания. Что ты сказал? Ну, такие условия. Да и нет таких условий. Почему? Не знаю. Типа вы 15 минут и домой? Мы с двух часов, с двух часов узнали. Ну, там понятно, что выиграли. Там? Да откуда вы знаете? Вот все вы знаете. Следующий левел! Я побежал! Сейчас рванет! О, где-то на сантиметров 6 вглубь ушла, но это было слабенько. Берем пожестче. Ребята, вот это уже серьезная тема пошла. Вау! Тут рядом со мной земля приземлилась! Вау! Сейчас посмотрим на результат. Я начинал вот так, сейчас уже вот здесь. Схема рабочая, мне нравится, но вы ни в коем случае никогда не баллитесь, не повторяйте это. Ребят, чтобы вы понимали, насколько жесткий следующий левел. Мне сказали, что следующие вот эти вот заряды я буду поджигать факелом, чтобы я вообще не приближался туда. Так. Просто посмотрите, это улей, настоящий улей. Надеюсь, что сейчас так рванет. Сначала поджигаем факел. Ребята, горит. Все, я пошел. О, все, пошла жара! Пошла жара! Ау! Меня оглушило! А там, еще раз повторяю, там за рулем женщины. Они взорвали ее вообще. А что это был за взрыв? Я в шоке! Фух, хорошо, что проконсультировали, как уходить. Ребята, что здесь произошло, посмотрите! У меня наоборот, яма закопалась, а не раскопалась. Все, это отмена. Капец, зря работал. Ну ладно, у меня есть следующий вариант, как победить. Ребята, у нас тут внеплановая протечка. Я пока не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, если вдруг вода сюда зальется, ну мы сделаем бассейн. У нас будет не только яма, но и целый бассейнчик. Опа, к нам идут. Ух, это все, электричка, нет. А сколько? Электричка, да. Хорошо, мы подумаем. Можно у вас на переговоры? Я слушаю. Начинаются конфликтные моменты. Многие ребята говорят, что кому-то электричка. Надо кому-то ехать. Кому-то говорили в два, а начали в пять. Яму-то надо копать до восьми. Вот как вот делать, не понимаю в таких случаях. Та группа хотят бонусы. Эти просто говорят, что уедут. Эти едут. У вас разночерстная бригада. У вас бригада нет. Это не одна бригада. У каждого свои интересы. Я же, ну это моя первая яма, это моя первая яма. Так что, а ровно на три часа звали? Ну такое же невозможно. Нет, я не говорю, на три часа. А кого звали? Уточнять в начальство. Сейчас будем звонить. Скажи, пожалуйста, а до скольки договаривались со строителями, что они будут работать? До девяти? Ну тут кто-то говорит, у кого-то электричка, у кого-то еще что-то, кто-то уезжает. А ты можешь подъехать? Все. Вопрос будет решен. Но главное, чтобы не конфликт. Все, ждем бухгалтера. Ага. Спасибо. Хороший мужик. Ну надо же договариваться на целый день, наверное. Камни пошли. Да. Проблема за проблемой. Ну что, камни пошли? Один, один кам. Вижу, два, три, четыре. Так, жесткий камни, это проблема. Ну где-то пошли, где-то не пошли. Но есть хорошая новость. Солнце садится, уже не так жарко. Это не вдохновляет. Это правда? Это правда. Я не жучу, солнце. У тебя тонкий юбор. У меня не тонкий, я... Меня еще оскорбляют. Ну что, а вот и мое секретное орудие. Глубина копания 5 метров, ширина 67. Просто представьте, что я смогу сделать при помощи этой штуки. Просто посмотрите на это. Сейчас. Есть. О, все, есть, сюда. Ну а теперь самое жесткое. Самый большой бур. Мне кажется, эта штука весит килограмм сто. О, опа, зашло, ребята. Сейчас будет бурение. И говорят, что нужно загибать. Все, началось. Капец, какая высокая. Она как три меня. Еще, еще, левее, левее. Сюда вот. Все, опускаем то, что нужно. О, пошло, пошло, пошло. Так, потихонечку, потихонечку. Я думал, это будет побыстрее. Хорошо, что у нас еще много времени. Я не понимаю, он выходит или заходит? У меня такое ощущение, что он поднимается. А в теории мы до воды сможем докопаться? Да. Да, сможем. Типа, что оно забивается, из-за этого не копает. Сейчас он чуть подраскопал, опустится вниз и еще пойдет ниже. Ух, как приятно, мышцы все забиты. Я очень уставший, я весь пропотевший, но как хорошо. Когда работает техника, а не ты. О, это так прекрасно. Бухгалтер, это мой бухгалтер. До восьми. Это мой человек, это начальство приехало. Так, до восьми никто не воспущается, правильно? Да нет, конечно. Ну что, вызвали бухгалтера. Бухгалтер что-то поругался. Все нормально, работаем. Так, надо зама, надо звать зама. Зам? Что? У нас все как в реальной жизни, правильно? Конечно. И начальство хочет отъехать. Ну, бля. На обед. Начальство уже уривлюрует ситуацию. Ну, на площадке я был как начальник. Нужно отъехать. А без начальства никого нельзя оставлять. Хочу вам передать фуражку. А мне? Вам. Ну, буквально на минут 30-40. Спасибо, спасибо. Либо вернемся, надеюсь, яма будет выкопана. А, может быть, это? Манипуляцию? Сфотографирую, типа. Сейчас, сфоткаю. Сейчас. Стой, стой, стой. Опа, спасибо. Ну, это так, типа, они что, подумали, что, ну, я типа, ну, чтобы, типа, в важном меру и результат. У нас проблемки. Врение не подходит для копания широких ям. Просто он копает глубоко, но потом все закапывает. Моя схема не работает. Ребята, зацените, тачка на дыбы встает. Что-то как-то стремно, но вроде пока работает. О, достает, достает. Что делать? Мне тут передали, что, оказывается, уже копать опасно. Там уже пошла глина, вода. И если я буду продолжать все это делать вот этой машиной, то я могу туда упасть прямо с трактором. Поэтому я все-таки жить хочу сегодня. Но и выиграть я тоже хочу. Поэтому я пошла на очень жесткие меры. И, короче, сейчас вы сами все увидите. Будем тут все это копать. Я тогда залезть смогла, а вот как вылезать я оттуда буду, у меня вообще понятия нет. Или как-то... О, эта штука такая офигенная для перфекциониста. О, мама. Она так классно работает. А это что тут у нас? Посмотрите. Ааа, ааа. Нормально, после стройки, после работы. Там, потом. Ольга, наливай! Надеюсь, стройка идет. Мне сказали, что дадут порулить, ребята, такс. Я вообще не знаю, что я сейчас буду делать. О, нормально. Я что-то делаю, ребята, подкапываю. Вау! Вам, наверное, не видно, но я по чуть-чуть. Нормально, я прям чувствую мощь. Я вообще не знаю, как он что-то видит, потому что я отсюда уже не вижу, где я копаю. И все, мне нормально, мне хватит. Слушайте, это плюс лай. Мне нравится, нравится, хорошо. Ну что, отличная погода, отличное настроение. Ребята, осталось полчаса, давайте сделаем упор на центр. Оп, ловлю. Давайте я тоже покопаю. Давай, смотрю. Решился, решился. Свеженький. Сейчас, спускаюсь. Осторожно, осторожно. Оп, оп. Ого. Погнали. Ой, какова же, нормально. Сапочки белые. О, хорошо, что каску надел. То уже прилетело. Атмосфера бомба. Ну, говорите, блогерам легко быть. Правда, правильно говорить. Мипо. Мипо! Вот это яма. Я ее люблю. Об этой яме будут слагать легенды. Кто до воды будет? Фу, реально покопало, жарко. Молодцы, мужики. У нас еще 24 минуты осталось. 23 минуты. Ну что, я не знаю, как так получилось, но у нас здесь в яме 1, 2, 3, 5 человек. Еще 20 людей в лесу сидит. Но я уже даже не знаю, не хочу их никак подгонять. Уже конец рабочего дня, уже все, смена заканчивается. Скоро уже сдавать объект. Большая ржет от того, что реально половина в лесу. Сидят, балдеют, отдыхают. Молодцы, реально. Есть о чем подумать. Пересмыслить свои управленческие качества. Потихонечку яма образуется, это самое главное. Капец, здесь где-то уже, ну, килограмм 300 земли точно. И это я должен был бы сделать сурочную, а может даже больше. Короче, вот такой вот результат работы бура. Пока вообще ничего не понятно, но здесь я уже даже боюсь шагать, потому что везде вот такие вот ямы. Их надо присыпать и узнать, какая у нас глубина. Как вам такое, ребята? Мы до воды докопались. Ну, закапывать куда легче, чем откапывать, поэтому, в принципе, я доволен работой бура. Так, здесь вроде стою нормально. Здесь даже так прохладненько, приятно. Ну, что я вам могу сказать? Яма вроде глубокая. Раз уж я в этой яме, надо радоваться и пытаться все-таки как-то работать. Потому что я уверена, что пацаны не отдыхают, они прям хотят выиграть, жаждут. Мне нужно раскопать эту яму так, чтобы эта лужа была вот посюда. Уже процесс двигается. Так мы добавим себе еще плюс полметра. Полметра. Все, я больше не буду копать, ребята, извините мне, что-то будет у стерока. Я вылезаю отсюда. Я думаю, я уже выиграла. Помогите. Дядя Антон, кто-нибудь, help! Сейчас поставлю метку, чтобы вот тут вот я накопала. Спасибо, я не знаю, как бы я без вас вылезла. Офигеть, почему мы раньше за этого не додумались? Ребята, ну посмотрите, это трэш. Я вся в грязи, в каких-то какашках. Там все воняет, это ужас. Я считаю, что я со своей задачей справилась. И надеюсь, что я выкопала самую глубокую яму, потому что... Иначе зачем я прыгала в эту яму и выкапывала это все? Трэш! Спустите, пожалуйста. Зато я покаталась на тракторе. Ребята, прикиньте, мне осталось 7 минут. И поэтому сейчас все оставшееся время я почилю и попытаюсь вытащить эту воду из моих пылок. Можно? Ну что, как вообще дела, как настроение, как работа? Настроение отличное, позитивное. Я в вашем проекте, в принципе, увидел продуктивные моменты. В нашем проекте? На канале А4? Нет, то, что вы сейчас задумали. Ага, так это же, это же школа жизни самая настоящая. Как все странно, как процессы странно. Это школа не только жизни, и стройки, и производства. Умный человек увидит многое. О! О! А мне это интересно, почему вот копают 2 человека и еще 2, а все остальные, а еще 20 в лесу сидит. Ну я вижу, что копают, если честно, вот одни и те же как будто. Ты видишь, что некоторые работают, и тебе их свойство отсидится. Потому что мы делаем одну и другую работу, и получаем одни и те же деньги. Бог все видит. Конечно, Бог все видит. Справедливо, всегда восторжествует. Спасибо. Приятно было с вами общаться. Приятный человек, да? Классный? Лайк этому мужику. А как вас зовут? Назир. Приятно познакомиться. Назир, приятно нужен. Что, пацаны, как? Нормально поработали сегодня? Нормально, да. О, пошел контент вниз. 9 минут осталось. Как думаете, сколько будет? 2,70. Сколько? 2? 2,20. 2,20. 2,20. 2,25. 2,25. Ребята, давайте еще у нас сколько? 5 минут осталось. Еще попробуем 5 сантиметриков. Нормально, нормально. Лайк, ребята. Лайк, если смотрите видео на этом моменте. Вот лайк прям просто посреди на атмосферку. Ну это же просто волшебство. Бедняка, нога уже ушла в глину, смотри. Ну все, ладно, 3 секунды. В принципе, закончили раньше. Давайте мерить. Принимайте. 2,70 отсюда. Мы запечатлели, все? Видно было? Ну все, спасибо, мужики, спасибо. Результат зафиксирован. Ну сейчас, сейчас мы пойдем узнавать. Ну что могу сказать? Яма легендарная, они будут слагать легенды. Нашим зрителям это понравилось по-любому. Я, вы, мы все запомним эту яму надолго. Минута в минуту просто. Уже половина, полторы минуты, ребята, уже половина с пакетами. Молодцы, вы так никогда не делаете. Не, насадили, не, насадили, все отработали до конца, до последнего. Все, спасибо, мужики, лучшие. Моя яма готова. Посмотрите, какой гигант, целый бассейн. Я доволен. Эй, что с тобой случилось? Я упала, прикиньте, я полезла копать яму, хотела вот своими руками. Но падать это твоя фишка уже, да? Да блин, я старалась, я реально старалась. Ну вот, зато выкопала. Это что? Это моя машина, это мой трактор. Интересная картинка. Да, у меня тоже там нормально там. Все плохо, да? Нет, у меня все хорошо. Не видно по лесу уже. Нормально. Просто бур для ямы. У тебя метра нет, у тебя даже метры? Есть, метр есть, метр есть. А у меня вон, а у тебя? Капец, ты до воды докопалась? Да. Я это 2 часа назад сделал. А у меня не было воды. У тебя не было воды? Ну ладно, замеры все покажут, сейчас посмотрим. Я уже замерил. Сколько? Покажу. Сколько там? Сейчас. Два метра ровно. Два метра? Два метра ровно. Два метра, прикиньте. А у тебя сколько? Мерил? Мало. Не войдет. Так. Мазоль его натер. Серьезно? Руками копал, я реально руками копал. Я не выкопал. Ребята, что могу сказать? 2,70. 2,70? Нет. Что ты гонишь? 30 страйбанов 2,70 откатали? 2,70. Как? Что? Ребята, слаженная командная работа, четкие указания, манипуляции, хитрости. Я плачу. Хотите посмотреть? Я не верю. Я вас приглашаю к своему. У меня 3, но мы не пойдем. Приглашаю вас к своему. Пойдемте. Ребята, ребята, сюда. Нифига себе! Просто сколько здесь лопат. И здесь все было в людях. Да ты рофлишь. 2,70, ребята. Что? А как они тут? Они прям там стояли копали? Что тут только не происходило. Трэш! Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайк, пишите, что нам снять еще. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент Риви. Всем пока!